Пузырьку 7 лет. По меркам китов он еще подросток. Но уже к 8 годам бледно-серый окрас станет молочно-белым, а размеры тела значительно увеличатся. В дельфинарии на Пионерском проспекте это единственная белуха, причем со своенравным характером. По словам тренера Вероники Шелюгиной, сначала общий язык с млекопитающим было найти довольно сложно. Однако теперь белуха не отходит от своего тренера и с удовольствием обучается новым навыкам. Дельфины, они как заводные, задорные. Можно сравнить их с домашними питомцами собак. Они игривые, им хочется играться туда-сюда. А белухи, они более нежные, более ранимые, чувствительные, можно сказать, как кошечки. Впервые интуицию пузырька сотрудники дельфинария решили проверить перед матчем Россия-Саудовская Аравия. Тогда белухи предложили два мяча с флагами стран-соперниц. Как вспоминает Вероника, киту сразу приглянулся тот, что с российской символикой. Именно его пузырек принес своему тренеру. Вскоре прогноз белухи сбылся. Наша сборная обыграла Аравийцев с разгромным счетом 5-0. Есть дельфины, которые, не знаю, с вероятностью 90% угадывают. Вот предлагают, допустим, приходят беременные девушки. Подходит дельфин и каким-то образом, ну показывает тренеру, типа или да, или нет, показывает мальчика, это будет или девочка. И был дельфин, я знаю, не слышала, у нас в дельфинарии, который угадывал с точностью 90%. Способности предсказателя решили проверить и мы перед матчем «Россия-Египет». Снова в воде два мяча и снова белуха выбирает с российским триколором. В этот раз эксперимент повторили и с дельфинами. Они также сделали ставку на нашу сборную. Верно ли пузырек и подводная команда определили победителя, мы узнаем уже завтра. Однако с такой поддержкой на суше и в воде у нашей сборной есть все шансы выйти из группы. Ольга Родина, Ксения Сипко, Роман Беркалеев и Михаил Григорьев. Анапа Регим.